Давайте я еще раз быстро повторю. Эйлер рассуждал следующим образом. Он взял и догадался написать бесконечную геометическую прогрессию. Но написал ее не просто так, а для каждого простого числа P вместо A подставил одну P. Получил такое произведение. Заметил, что это будет просто-напросто гармонический ряд. После этого сказал, что гармонический ряд стремится к бесконечности. Значит, это произведение стремится к нулю. Но если бы было не так, то было бы плохо. Да? Икс и игроки исполняют роль вот этих цешек. Секунду, вот это неравенство доказывает, извините, спикер в кубках. Это 1-х-х-х-х-х-х-х, а х-х-х-х положительное число. Ну и, естественно, она при индукции. То есть надо применить индукцию, понятно, по Эмму Морозу. Так. Победа или не победа? Победа. На самом деле можно еще чуть-чуть усилить это рассуждение Эйлера. Объясняю. Можно взять и сказать, что будем перемножать не по всем простым числам, а, внимание, такой фокус сделать. П простое. П не превосходит числа Н. И здесь то же самое. П простое, но все-таки не больше, чем какое-то натуральное число Н. Давайте посмотрим, какие тогда будут изменения в этих наших выгодках. Ну, господа, смотрите. Тогда у нас здесь получится не весь гармонический, а у нас получится часть гармонического ряда, состоящая из обратных к натуральным числам, у которых простые множители не превосходят данного натурального числа Н. Это понятно? То есть, смотрите, скажем, для одной второй у нас войдет она вся. Замечательно. Одна третья войдет, одна вся и так далее. Одна еще там кредит П, это и войдет вся. Но как только П будет больше, чем Н, такие числа уже не войдут. То есть, войдет некоторый кусок, да? При стремлении Н к бесконечности, конечно, будет стремиться к бесконечности. Но важно, что кусок вплоть до одной Н войдет точно. Вы согласны? Дело в том, господа, что у нас у чисел от 1 до Н все простые множители очередным образом меньше или равны Н. Согласны? Вы меня что-то понимаете? Я рассказываю версию Эйлерового рассуждения, но только беру не все простые числа, а все простые, не превосходящие из этого, миллионы. Вот беру Н от миллиона. Поняли? Тогда у меня все будет то же самое. Потому что я здесь взял, это равенство, я могу написать их вот столько штук, сколько есть простых чисел от 1 до 1 миллиона. И их все перемножим. И все будет замечательно. Кроме того, что здесь будет не весь гармонический ряд. Исчезнут те числа, у которых есть простые множители, больше и миллиона. А те, у которых все простые множители, меньше миллиона, а те военные. Все понятно? Так, господа, значит, вот такое произведение больше, чем Н-ное гармоническое число. Дошло? Больше, потому что здесь еще какие-то слагаемые, да? Типа там, где-то делить на два степени, там, или, да? Оно есть. Какие-то лишние слагаемые? Вот это больше, чем Н-ное гармоническое число. Отлично. Значит, произведение чисел вида единица, деленное на П. Произведение чисел вида единица, минус единица, деленное на П. Там было больше, но сейчас будет, наоборот, меньше, чем единица, деленная на Н-ное. Внимание! Где что? Где П простое, и П не превосходит Н. Вот, не будет. Я получил такое неградинство. Произведение вот таких вот штук меньше, чем это. Что это значит? Что это значит? А это замечательная вещь. Дело в том, что я сейчас могу правил логарифмировать обе части. Натуральный логарифм мы не зря учим. Ребята, здесь у меня будет логарифм Ашенова. Это что такое? Ребята, это минус логарифм Ашенова. Замечательно. А здесь у меня что будет? Логарифм произведения, это сумма логарифмов. Здесь будет сумма выражения вида. Логарифм единица минус одна ПТ. Отлично. П простое. П меньше или равно Н. Осталось вспомнить, что такое Ашенова. Ашенова, это, как вы помните, был логарифм Н. Помните такое? Дальше что там было? Плюс гамма, плюс О большое, это одно Н. Отлично. Отлично. Господа, видите двойной логарифм? Хорошо. Теперь соображаем, что такое логарифм от единицы минус одна ПТ. Если честно, в прошлый раз мы с вами такой ряд записывали. Логарифм от единицы минус х. Все помнят, каким рядом это написано? В общем, так, я не знаю, помните вы это или нет. Важно, чтобы в прошлый раз я это доказала. Логарифм от единицы минус одна ПТ. Это есть. Это есть одна ПТ плюс единица делить на 2П в квадрате. Плюс единица делить на 3П в квадрате, плюс единица делить на 4П в квадрате и так далее, и так далее, и так далее. Замечательно. Теперь мы с вами должны сделать следующее. Мы должны с вами каким-то образом оценить вот этот вот хрустик. Значит, господа, давайте сделаем так. Давайте, я сейчас просто объясню, почему этот хрустик на самом деле очень маленький. По очень простой причине. Потому что понятно, что он меньше, чем единица делить на 2П в квадрате, плюс 2П в квадрате, плюс 2П в четвертой и так далее, да? Замечательно. А это не в свою очередь. Единица деленная на 2П в квадрате, умноженная на 1 плюс 1П в четвертой и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это бесконечности. А для этого у нас есть формула. Вот это вот. Вместо А нужно подставить одну П. То есть это у нас будет единица делить на 2П в квадрате, а здесь единица деленная на единицу минус 1П. Замечательно. А это будет единица делить на 2П и на В минус 1. Отлично. Отлично. Видите, эта величина на самом деле примерно П квадрат, а это, конечно, гораздо меньше, чем 1П, которая, собственно говоря, и является здесь главной величиной. Теперь осталось сделать не очень большую работу. Осталось такие равенства написать для всех простых чисел, не превосходящих Н. То есть вот давайте я вот это равенство переписываю следующим образом. Значит, и так, вот я вот туда пишу. Вместо вот этого логарифма я прямо так пишу. А давайте я прямо сотру и напишу. Это, конечно, не вполне честно, но тем не менее. Вот здесь я стираю этот логарифм, правильно? Стираю и пишу. Минус 1П, а я... Молодец. Плюс... Плюс вот та величина. Значит, некое число, которое... Значит, θ это число меньше единицы, да? Больше нуля. Деленное на 2П на... В минус 1П, потому что там у меня все были численность минус. Итак, суммируем вот такую штуку. Я вместо логарифма написал приближение. Вот это маленький член, он потом исчезнет. А здесь у меня здорово. Минус 1ПТ и минус вот эта маленькая увеличина. Теперь, естественно, что я, значит, сейчас, θ, но оно зависит от П, разумеется. Это самое θ, ПТ, я тут больше намечен. Я теперь делаю простую вещь. Естественно, минусы убираю везде, да? И в результате я получу сумму единицы, деленной на П, где П не превосходит Н, ну и, естественно, П простое, да? Вот, так вот, такая сумма больше, чем, смотрите, что, чем натуральный логарифм, натурального логарифма Н плюс гамма плюс у маленькой, там, Н. Господа, это же примерно логарифм Логарифма Н плюс, ну, какая-то там штука, плюс сумма этих самых θ, деленная на 2П на П минус 1. Ну, если честно, это меня абсолютно не волнует, потому что, как вы помните, даже не ряд чисел обратных простын, а ряд чисел обратных к квадратам, не квадратов простых, а ряд чисел обратных к квадратам, всех натуральных чисел, все равно сходится. В общем, эта штука не превосходит какой-то константы. А при стремлении Н к бесконечности реально важным является вот эта штука. Я сейчас, заметьте, не пользуюсь ничем, кроме вот этой вот идеи Эйвера, вот, доказал замечательное неравенство. Что? Сумма чисел обратных к натуральным числам от единицы до Н, это типа натуральный логарифм. А обратных к простым, это типа логарифм Логарифм. Неравенство такое больше, чем логарифм Логарифм Н. Продолжение следует...